Рабочая неделя в районной администрации началась с планерного совещания. В повестке дня было рассмотрено несколько вопросов среди основных. Отчет Управления по делам молодежи о проделанной работе и подготовка к празднованию новогодних праздников. Подробнее в материале Анны Монастыренко. Провел совещание глава Славянского района Роман Синеговский. О предварительных итогах работы в сфере молодежно-политики за 2020 год рассказал собравшимся начальник Управления по делам молодежи Олег Смольников. Нынешний год был сложным. Пандемия сказалась не только на экономических показателях, но и в социокультурной сфере. Из-за введения ограничительных мер снизилось количество мероприятий. Специалистам молодежной политики пришлось учиться работать по-новому, осваивать цифровое пространство и искать другие формы взаимодействия с молодежью. Большинство акций и мероприятий были переведены в онлайн-формат. Не все поселения района с этой задачей справились. Глава поселения, пожалуйста, проговорите со своими специалистами, что очень важно сегодня создавать позитивные сообщества, включать в эти сообщества ваш актив в поселении, для того, чтобы обмениваться информацией, для того, чтобы привлекать молодежь к участию в определенных проектах. Несмотря на пандемию, работа с молодежью должна продолжаться. Именно молодое поколение должно стать надежной опорой местной власти в проведении важных социальных акций и мероприятий. Например, как в акции «Мы вместе», которая стартовала с начала пандемии. Добровольцы помогали пожилым людям, развозили продукты питания, предоставляли транспорт для посещения больниц. Именно за самое активное участие в этой акции Управление по делам молодежи и Центр-Континент были удостоены медали президента. Прошу вас вручить грамоту президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И памятную медаль акции «Мы вместе» награждается в Молодежный Центр-Континент. Еще один вопрос повестки дня, который обсудили на планерном совещании, касался проведения краевой акции «Безопасное детство», направленной на профилактику детской безнадзорности, травматизма и гибели детей в результате пожаров и других чрезвычайных ситуациях. На территории района сформированы постоянные межведомственные рабочие группы для посещения по месту жительства семей, нуждающихся в особом внимании. Это семьи, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации и многодетные семьи. С декабря по январь будут проверены все патронатные семьи. Прошу вас взять данную работу под свой контроль, потому что вы в поселении являетесь ключевым звеном и организационным звеном в данном направлении. Я о чем сейчас говорю? О том, что вы не просто предоставляете информацию в комиссию по делам несовершеннолетних, а в той работе, которая проделана, и, соответственно, такие семьи посещены, но и организовываете планирование и, соответственно, работу этой группы, в том числе и по возможности предоставления транспорта сотрудникам вашей администрации для организации связи между сотрудниками ПОЖ, надзора ОВД, ну и, соответственно, техслужб системы профилактики. Также, несмотря на то, что все утренники и праздничные мероприятия в связи с пандемией отменены, дети из малообеспеченных многодетных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, не должны остаться без подарков. В поселениях района сейчас оставляются списки нуждающихся. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».